Логический и эмпирический материал у меня подобран как раз по собранию ЦСПИ, то есть бывшего института марксизма и левинизма, поэтому он носит, естественно, не полный характер, то есть не имеет там ветерого охват, так как сегодня уже звучали репки и вчера была тематика того, что всегда вспоминаются стенд-газеты. То есть не мне абсолютно вам рассказывать, что такое стенд-газеты, они были, в принципе, у каждого из нас в детстве, в школе, то есть при том, что я училась в раннепутинское время, у меня здесь тоже была стенд-газета. И феномен стенд-газеты, он уникал, наверное, тем, что невозможно преследить изначально его появление, то есть пусть другие ученые, исследователи занимаются моментами, как там какие-нибудь бранные надписи в пампериях, 95 тезисов Мартона Лютера, и как это все в итоге превратилось в стенд-газеты, которые мы более-менее с вами имеем в представлении. Стенд-газета как явление уникальна тем, что она до сих пор достаточно широко используется. То есть, например, в те же общественные мемориалы, если вы были вчера, вы могли видеть прекрасные стенд-газеты, которые до сих пор висят, то есть они до сих пор пользуются спросом. Но при этом, в принципе, какого-то особого интереса к стенд-газетам, особенно к стенд-газетам 20-30-х годов, как и к явлению, особо я не заметил. Какие-то исследования, потому что, с одной стороны, это не было особой заинтересованности у официальной стороны, так как изначально «Окна Рост», условно, это был орган пропаганды, информирование населения, а с другой стороны, это не было особо заинтересованности со стороны диссидентства, потому что одно дело все-таки какие-то подковные стенд-газеты, а другое дело такие вот полуофициальные газеты каких-то крупных заводов, учебных заведений и так далее. То есть такое двоичное положение стенд-газет как раз послужило тому, что если есть это, если не ставить собрание, где-то есть фонды, то зачастую они случайны, фрагментарны, и если кто-нибудь из зала мне по окончанию доклада рассказывает, что где-то есть такое интересное собрание каких-то новых там неизвестных газет, было бы очень замечательно. Ну, начну я свой рассказ, безусловно, самых известных всем и каждому окон роста. То есть это агентационные материалы распространявшиеся в России с 19 по 21 год, в основном связаны, безусловно, с восстановлением советской власти на территории Российской империи, то есть с освещением гражданской войны, с айби пропаганды и, в принципе, с положением военного коммунизма. Особенность этих газет, в ЦСБИ представлено очень много подобных газет, и как раз очень большой плюс то, что представлены именно политинформации, потому что мы всегда знаем фитерические окна роста, связанные с именами Маяковского, Катаева, других людей, а вот как раз такие политические, они представлены меньше. Но как раз вот в ЦСБИ представлено очень большой массив этих текстов, которые прямо с 19 по вот самый конюнт 21 года, что показывает такое большое разнообразие этих текстов. И одна из их особенностей, это то, что это были фактически ведущие СМИ того времени, то есть так как условия выпуска были периодичны, продукции во времена Городанской войны были проблематичны, окна роста стали таким вот глубоко массовым явлением, то есть у них был достаточно большой даже глубинный стираж, то есть 300-400 экземпляров для небольшого уездного города, это достаточно много. Особенно понятно, что это расстроение окон роста имело прямую взаимосвязь с появлением введения программ по ликвидации безграмотных, и поэтому, хоть они имели определенный полуустный характер, потому что читали с основным одним грамотным представителем, многим крестьянам, рабочим, они как раз имели призыв читать их безграмотным, то есть прочитать газету другому. А также вот эта массовость и заинтересованность советской власти показывает на том, что на многих газетах есть приписано, что штраф за срывание с тем газеты 3000 рублей. Вы представляете, что для того времени это была какая-то фантастическая сумма? Это показывает очень сильную заинтересованность именно в донесении агит-пропаганды. Потому что, сейчас я покажу такой вариант, это окна роста, пусть у женские. Как они не выглядят? То, что... Да. Это, да, у них есть характер... У них есть абсолютно вот характерный, я думаю, что очень... Один раз в виде фокусного роста можно абсолютно понять. При максимальной бедности оформления печатной, какой-то полукустарности фактически, это максимально богатый материал. То есть, здесь есть одновременно как колонка международных новостей. Точнее, скорее, впервые рабочим и крестьянам стали рассказывать о каких-то мировых проблемах, выходящих за рамки бывшей Российской империи, там, не военных каких-то. Также новости локальные и местные. И разные призывы, разные труда, разные постановления. То есть, вот это, знаете, таковы фактически... Но это такие самые ведущие СМИ того времени, огромный скачок вперед. Также они, безусловно, засвидетели разные изменения времени. Например, у нас есть уникальный... Сейчас, секундочку. По-моему, последний, да. Один из последних у нас имеющихся экземпляров, из-за тюженского окна роста. Они датируются 30 марта 2021 года с постановлением декрессов Наркома о постановлении «Медленно разрешить свободный обмен, продажа и покупку хлебных, зерново-фуражных продуктов». Там в «Раду был бедник», идет перечисление. То есть, естественно, это зафиксированный момент перехода к НЭКу, к новоэкономической политике, за отмену протразверстки, то есть, протналога. И это очень, наверное, важно, потому что такая и подобная информация могла поступать с большими перерывами. И как раз окна роста до того времени были новым и уникальным явлением. Окна роста постепенно, с окончанием Гражданской войны, окна роста стали сходить на нет, потому что началось налаживание. Общие книгопечатания появляются новые издатели. Ну, как, думаю, для вас всех известно, что 20-е годы – это появление основных советских издателей, как, например, «Молодая гвардия», там, 22-й год. И какая-то общенациональная потребность в них просто отпадает. Поэтому следующие стенгазеты, официальные, имеют более, скажем так, местный, локальный характер. То есть, это первый момент. Это государственные стенгазеты, как рекламные площади госперпорации. Например, у нас в собране ЦСПИ присутствуют адыгейские, астраханские стенгазеты «Росстраха», которые призывают крестьян страховать там свою жизнь, скотину, дома. На самом деле, они достаточно очень сложные. Я, так как я, к сожалению, не совсем специалист, я не совсем понимаю, зачем было обращаться к очень сложным материалам, однияки с достаточно очень сложным языком, очень много текстов, призывов, зачастую, которые, как мне кажется, были бы непонятны, в общем, к крестьянству. Но гораздо интереснее, что переход стенгазет на уровень предприятий, таких крупных заводов, редакций, профтехучилищ и так далее. Например, у фонда ЦСПИ присутствует уникальное собрание газет, стенгазет, называющих «Свинцовые думы». Вы сейчас увидите, во-первых, изменение формата, то, что мы уже с вами привыкли видеть, как стенгазеты и понимать. Вот, например. Огромка, очень сильно. Оношательная. Да, кстати. То есть это у нас стенгазета… Так. Это у нас стенгазета «Свинцовые думы», это стенгазета «Коллективы, типографики, здания, власть, труда». Это город Иркутск. Это у нас 26-й год. Это ФЗУ-печатник. То есть это такая полузаводская, полу-ФЗУшная газета. Как раз «Петчанишь» при этом. Это очень большой для того времени тираж. Представьте, то, что 26-й год – это тираж 60 экземпляров, а в начале 27-го года – это уже 125 экземпляров тираж. То есть более чем в два раза. На странице этой газеты шла достаточно активная полемика. Особенность и интересность, в отличие от тех же «Окон Роста» в газете «Росбострата» – это очень сильная человечество текста. То есть, например, в «Сверцовых думах» зачастую стоят какие-то актуальные хозяйственные проблемы, проблемы поведения, пьянства. И, например, очень так забавно, в программе «Школа злословия» в свое время Врия Тамаруна Чудакова предложила сделать хорошие сортиры, в общем, национальные идеи россиян. Но вот самое интересное, то, что уже тогда шли вопросы о теплых уборных, и, например, в газетах встречается потрясающая заметка о теплых уборных, как практически грех души. Кто про что, а я, извините, про уборную. Что? Мелочь? Плохо пахнет? Что же делать? Вся наша жизнь состоит из мелочей, которые в большинстве случаев пахнут не о металлогом ТЖФ. Вот что. Есть во второй типографии уборная теплая. Но ее почему-то закрыли. Где-то там лук или еще что. В холодное зимнее время приходится пользоваться холодными уборными во дворе, что плохо влияет на здоровье. И для кого не секрет, что половина женских болей не происходит от подобных неудобств. Хорошо бы, если бы теплую уборную открыть, хотя бы на самые холодные зимние месяцы. Мне скажут, режим экономии. Но наша собственная газета «Власть труда» сколько раз писала, что режим экономии не должен проводиться за счет ухудшения положения рабочих. Так и расход права пустяковый. Главное очень интересное – кодпись, с большой буквы «Женщина». То есть это как раз тот момент, что это чувство, что это написано достаточно максимально живым языком, в отличие от каких-то казенных фраз. И идет прямая полемика, призыва, при том, что это не единичный случай как раз. То есть, так как у нас есть ряд этих газет, то следующий сценарь газеты идет ответ редакции о том, что о теплой уборной. То, что теплая уборная открыта не будет. И то, что если там открыть теплую уборную, надо превратить в теплое помещение, в уборную. На что не просто какая-то женщина, а сама редколлегия отвечает, то, что ответ по данной заметке нас не удовлетворяет. Для нас непонятно, почему нельзя отрыть уборную и удалить запах. Ведь как-то устраняется в проуборных помещениях. Нам надо над этим немножко помозговать. И вообще-то нужно с удовольствием отметить, что наши заметки в сценарь газете не пишутся впустую, и завода управления начинает обращать на них внимание, что, конечно, вызывает интерес рабочих писать газету. То есть как раз одно из интересных моментов вот этих второй половины 20-х годов и этих стен газет официальных, как раз в том, что идет открытая полемика. То, что рабочие действительно чувствуют, что можно как-то писать в газету, жаловаться, и к ним вполне в однородно прислушиваются. К сожалению, в фондах ЦСПИ не сохранилось никаких больших газет после 2028 года. Скорее всего, это отчасти связано со сворачиванием НЭПа, с изобретением, в принципе, налаживанием новых СМИ, то есть книгопечатания, газетопечатания, периодики, безусловно, связанных с развитием районов. Потому что в 2024 году у нас, если мне не изменяет память, открывается первый официальный у нас радиоканал, то есть в СССР, и определенное снижение именно интереса к официальным стен газет таким большим, пахустным, ежемесячным, оно снижается. Но это не значит, что стенгазеты пропадают. Естественно, они уходят, они уходят на какой-то более мелкий уровень. Как здесь уже говорилось, они уходят на уровень каких-то несогласных партий, может быть, какие-то мелкие школы, профтехотчилища. И они существуют без интереса крупных библиотек, как я сказал, уже в ЦСПИ после 2028 года стенгазеты не фигурируют. На самом деле, было бы очень интересно посмотреть на момент развития этих газет, как это изменяется, но нет эмбирического материала. Говоря сейчас, стенгазета – это до сих пор актуальное, это актуальное явление. И пусть стенгазеты 20-30-х годов, это, конечно, не самый сдак, несмотря на многие формальные признаки, но после пристального внимания и регуляции власти форма и явление стенгазеты, оно становится актуальным. И как раз этот феномен, он находит в дальнейшем свое проявление в самом издате. Поэтому, как бы, отчасти опосредованно, в общем-то, советскую власть можно поблагодарить за такой вот популяризацию такого интересного феномена в нашей стенгазете. Спасибо большое. Я никогда в жизни, извиняюсь, Жанна никогда не видел печатную стенгазету, а вот впервые увидел ее. Они до какого года вот в таком виде, неважно, большой, маленькой, вот чтобы было типографские стенгазеты написаны? Я, к сожалению, не могу сказать вот там за всю Россию, но у нас это последний, это двадцать восьмой год. То есть вот в ЦСПИ это последний именно двадцать восьмой год. Причем многие заводы, у нас есть, например, газета Томна, Томского полномедийного завода, которая, она заказывала типографии эти стенгазеты. То есть специально. То есть у нас абсолютно все выходные данные есть. То есть такую максимальную профессионализму старались соблюдать. По поводу технологий. В моем понимании стенгазета это явление уникальное. То, что вы сегодня сказали, стало называться с тридцатых годов многотиражка. Почему? Вы продемонстрировали нам именно многотиражки. Многотиражки были, так сказать, остались в СССР, издававшиеся некоторыми учреждениями, но они уже подлежали главным. Это точно, Дим? Да. Это именно перешло, ты уверен? Да, да, да. То есть у вас заплаты соответствуют названия. Стенгазеты в СССР стало называться явление уникальное. То есть то, что происходит в одном экземпляре. А то, что тиражируется, стало называться многотиражкой с тридцатых годов. Поэтому и не осталось в ваших фонах. Эволюция. То есть генезис Стенгазета. У меня в первых годах я сплала, я максимально опирался на наши фонды. И как раз там была... То есть у нас есть очень маленьких, там, 15 экземпляров, еще какие-то полупечатные, то есть с какими-то моментами. У нас это рисунок есть. Как раз вот интересно мне было бы тоже, как исследователь, дальше посмотреть, как вот вы правильно сказали, я обязательно на это смотрю, потому что это потом вот в многотиражки превратилось дальше. Но именно вот мне было интересно в этой системе газеты, как какой-то информационный повод, информационный базис, с которого вот мы уже потом стали рассматривать какие-то явления дальнейшего советского бытования детства. Если Денис не знает, что вы... А вот идут то, что будет потом многотиражкой, да, Дима? А то, что в одном экземпляре, то, что мы считаем... В газете, да. А они в 20-е годы существуют? Я не увидел собрать. Ну, к вам. Скажем, Денис это, может быть, не знает, я не хочу. Вы, конечно, не сталкивались, нет? Никто. Сохранились ли они вообще? Да. Ну, бог с ними, не сохранились. Но были они или нет? Конечно, конечно, были. Я думаю, они терминологически не различались. И то, что в одном экземпляре... То есть не различалось то, что в одном экземпляре в 20-е годы и тиражировалось? Это не различалось? Нет, это не различалось. По-моему, это различалось. Слушай, Денис, вот слышишь, Денис, можешь эту диссертацию писать. Никто не знает. Ты можешь... Я думаю, тут вопрос, наверное, название. Потому что вот те же Семенцовые думы имеют полную подпись «Тинная газета». То есть такой вот... Они здесь что... Вот, кстати, у меня вот вопрос коррекции... Борису Александровичу. Вот вопрос, смотрите. Очень интересный момент, действительно. Потому что, как я понимаю, если сохранить где-то единичные фонды, то есть единичный экземпляр «Тинная газета», это было замечательно посмотреть. Например, у Бориса в «Мемориале», я думаю, что «Тинная газета» имеет достаточное давление. Вопрос, когда вы надеваете. Что происходит дальше после Семенцовых, который вот висит? Это очень интересный момент, потому что технологии, куда уходят какие-то материалы, зачастую в единичном экземпляре. И, в принципе, как бы потом можно было бы их возродить в небытиях. И в местных, ну как, в домашних архивах, либо, ну кто, люди. Или в ведомствах, например, в учреждениях, это скорее даже в школах уничтожается через какие-то годы. Спасибо за доклад, потому что он очень интересный. А вы не пытались посмотреть на это явление в более позднее время? Вопрос о том, сохранилось ли, например, в институте философии была достаточно известная многотиражка. И, конечно, Больтова, некоторые материалы из этих газет потом шли в самоздат. Я, в принципе, искал какую-то информацию. Я понял, что по 60-70-м годам есть огромное количество разных исследований. Особенно по институтским газетам. Вот вообще это один феномен, которому я сейчас не принадлежу. У меня основное было интерес именно газеты, которые имеют отношение к институту массивную ревизу, которые там случайно попались, там намеренно. А, по-первых, они датируются 19-28 год. То есть вот у нас буквально такое. Я думаю, к этому источнику нужно относиться просто как к возможности донести голос снизу. Это был на тот период канал взаимоотношений между народом, который всегда может быть образованным, и властью. Но трансформировался этот канал. Частично, может быть, пошло многотиражку тогда, когда это уже стало читаться как газета. Обычно многотиражка – это все-таки не стен газета. Это газеты, которые иногда клеили на стену для того, чтобы прочитать с этой и с этой стороны. Многотиражки эти отложились и очень хорошо, кстати. Они практически в местных библиотеках, региональных, в Ленинке, кстати, очень хорошо отражены многотиражки. У нас тоже многотиражные газеты есть различных заводов, поскольку здесь интересовались, как рабочие к этому относятся. Но вот этот этап стен газет, насколько он является самым издатом, я не знаю, но то, что это как бы доносило голос снизу и возможность выразить какие-то свои насущные чаяния, возможно, это как один из каналов взаимоотношений с властью и мужчиной, можно и рассматривать. Тема конференция, грубо говоря, борьба с государством. Либо его модернизация в этом смысле. Вот в этих листках эта точка зрения каким-то образом освещалась, либо это была сугубо государственная группа. Поэтому просто не висит. Знаете, что окна роста – это орган госпропаганды, мы это не берем. А именно заводские газеты, вы знаете, это не борьба. Но модернизация, да, попытка поговорить. Знаете, вот такое, наверное, рабочее понимание справедливости, оно, безусловно, периодически встречается. И даже апелляция к руководству завода зачастую, как раз имеет какой-то системный характер. То есть попытка людей даже намалить, как-то предприятие на своем отделе участке, как-то улучшить ситуацию и максимально повлиять на большее количество людей. Поэтому это такая вот именно модернизация, как, ну, я не знаю, коммунист с человеческим лицом, наверное, вот так вот. Администрация, какое имело отношение к этой газете? Администрация, везде по-разному. То есть какие-то… Где-то сходило, где-то… Да, где-то это жестко. То есть в Домни, например, там более жесткие, там более слухие официальные тесы. Тогда, например, свинцовые туммы, как я думаю, это скорее была апелляция к ней. То есть как раз руководство вообще никаким образом не вмешивалось и просто отвечало. Оно было одним из, так сказать, одним из собеседников, то есть один из, так сказать, сторон диалога. То есть, но особо… В таком случае можно ли считать вот подобного рода газеты те газеты, которые бросают нам в почтовые ящики, знаете, да? Наши чередовные мучки, правда, вообще пропускаемые управы. Админист Пиратыч, Дело в том, что в нормальном демократическом обществе такие газеты учреждаются общественными организациями. И тогда это рассматривается как взаимоотношение с властью. У нас, кстати, к сожалению, вышло таким образом, что все региональные и местные газеты, они учреждены практически местной властью. Поэтому это в данном случае волос власти. Я считаю, что это вот так нужно рассмотреть. То есть оппозиция – это место влияния? Да. Вот, подводя итог, мы с вами, рассуждая о самоиздате до самоиздата, выяснили еще один характерный момент. То есть, для чего нужен самоиздат? Это на самом деле попытка донести свою позицию до власти. Тогда, когда нет обратной связи, когда нет возможности выразить это легально или каких-то другими средствами, тогда прибегают к возможности, когда это нельзя сказать в стен газете, когда это нельзя опубликовать официально, тогда пытаются донести свое мнение как для тех, кто разделяет ваше мнение, или для более широкой аудитории. Это было характерно и в царский период, и в начало советского периода, как мы с вами видим, и трансформировалось потом уже в советский период, в поздний, ну не поздний, а в послевоенный период. Поэтому я благодарю всех докладчиков, всех слушателей. Наша совместная работа наталкивает нас на размышления, на какие-то новые идеи, на новые обобщения. И спасибо вам за интерес к этой теме. Субтитры создавал DimaTorzok